Около 70 тысяч гостей посетили Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. Он завершился на минувших выходных. Последний день, 17 сентября, был посвящен подвигу советской армии в Великой Отечественной войне. Ну и все 14 исторических площадок от античности до афганской войны работали весь день в усиленном режиме. Фестиваль посетили первые лица города. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников выразил уверенность, что в дальнейшем, благодаря Министерству культуры и Российскому военно-историческому обществу и при поддержке властей города, фестиваль станет не сезонным, а постоянно действующим. Помощь в различного рода инфраструктурных решениях, в межевании земли, в подъездах, в организации, мест массового пребывания людей. То есть так, чтобы та инициатива людей, которая все здесь создала, это создало ни чиновник, ни государство, это создали значительное количество реконструкторов со всей страны, чтобы вот эта инициатива получила инфраструктурную поддержку. Как люди жили, что они ели, во что они одевались, как они организовали свой повседневный быт, мне кажется, это самая интересная часть любой реконструкции. И она здесь как раз вот в этот раз очень широко представлена. Я очень солидарна с Дмитрием Владимировичем, что вот такой военно-исторический фестиваль должен быть не разовым событием один раз в год, а должен быть пролонгирован. В центре внимания последнего дня фестиваля – поле боя с траншеями, пулеметными точками и артиллерийскими позициями времен Великой Отечественной. Кульминацией стала реконструкция боя за Севастополь 1944 года. Гитлеровцы закрепились в окопах, яростно отстреливаясь и предпринимая вылазки на бронетранспортере. С третьей попытки зачистить вражеские позиции из «Катюш», краснофлотцы и красноармейцы ринулись в яростную атаку. Совместными силами им удалось сбросить немцев в Черное море. Севастополь освобожден. Победить врага. Задача одна была. Мы его победили. Врага разбили. Севастополь за нами. Ура! Потрясающее впечатление. Зрелище замечательное. Нужно это делать, чтобы такие мальчики знали об этом всем, помнили. Будем передавать. Больше понравился штурм. Штурм в Севастополе, как русские нападали на немцев. У меня дядя под Сталинградом. И вот сын очень захотел посмотреть этот бой. Мы тут сейчас все вместе толпой кричали «Ура! Победа!». И кто-то уже и плакал, как будто на самом деле. Всего за 9 дней фестиваля в работе интерактивных площадок и реконструкциях приняли участие более 700 реконструкторов. «Ура! Победа!» «Ура! Победа!» «Ура! Победа!»